Я считаю, что человек не должен быть культурным. У меня дела не как мужской половой орган, и не как женский половой орган. У меня не так дела. Извините, сударь, вы не правы, не могли бы вы уйти. Или просто сказать, да пошел ты на ***. Вам нужен такой способ развантажения. Всегда, при любых обстоятельствах, можно обойтись без мата. Если вы не умеете правильно материться, это не означает, что мой уровень чем-то ниже. Я добьюсь того, чего хотел. Они перестанут материться. Как вы можете ехать в Польшу, не изучив польский мат? Вы мне говорите, что я умею, а что нет. Не надо мне сейчас втирать чушь. Изучите язык, потом будем беседовать на равных. Хорошо? Вы фактически меня сейчас послали. Просто без мата. С вид, завдяки словам, изменяется. С чего? Вдруг я должен уважать окружающих? Зачем они меня окружили? Почему вы голый не ходите по улице? Вы не филолог, поэтому не можете рассуждать. Я считаю, что культурный человек – это не тот, кто не ругается матом. А тот, кто слышит и чувствует не социум вообще, а каждого конкретного человека рядом. Кирило Тицкий – психолог, гештальт-терапевт. Вважає, что обсцена лексика має сильный эмоциональный складник. Я считаю, что любое ограничение того, что человек может говорить, является ограничением его прав и человек в праве говорить на любом языке, на котором он хочет, хоть на мертвом, которого никто не понимает, если ему не нужно это понимание. Владислава Ильинська – поэтка, письменница. Впевнена, что законопроект про дематюкацию написано исключительно для привернення уваги, потому что будь-якие обмежения щодо выбору засобов висловлювания неможливі в сучасном социуме. Я проти цього законопроекту, по-перше, він абсурдний, він кумедний, він нереальний, його неможливо реалізувати. В Україні нема стільки спеціалістів для того, щоб зробити цей закон хоча б більш-менш живим. Марія Ковальова, керівник відділу журналістських розслідувань «Нормально», магістр української філології, 15 років вивчає антологію мату. Вважає, що нецензурна лексика – це невіддільна і необхідна частина культури і мови сучасної людини. Я за закон дематюкації, для того, щоб люди більше несли відповідальність за те, що вони кажуть в обществі. Мені здається, що мат, він чаще приводить людей до конфлікту, ніж якщо без мату спробувати розібратися. Сусана Кириченко – психотерапевт. Впевнена, що закон про дематюкацію необхідний насамперед тим, хто не може контролювати себе у вживанні мату або вважає це нормою мови. Денис Своєтенко – звукорежисер, учасник багатьох музичних проєктів. Вважає, що закон про дематюкацію популістський і невчасний. Але необхідний у загальному контексті розвитку культурного розвиненого суспільства. Я за серйозне обговорення законопроекту «Пані Богомолець», який ставить перед нашим суспільством досить важливі виклики, які стосуються домовленостей, що існують або не існують в нашому суспільстві. Володимир Немерцалов – ботанік, вчитель біології та хімії, засновник приватної школи «В'єда». Вважає, що законопроект про дематюкацію хоч і недоречний, але заслуговує на уважне обговорення через те, що стосується нашої відповідальності та порушує питання людської гідності. Особисті переконання Я за то, щоб закон дематюкації вступив в силу, тому що річ йде о публічному маті. Я часто гуляю со своїм ребінком і на детських площадках, і сложно объяснить ребінку, чому взрослі так себе ведуть. Взрослі говорять словами, які запрещено говорити почему-то детям. Впротив, тому що маті состоять із мужських і женських полових органів. В общем-то, весь процес ругательства матом, мені кажуть, це не актуально, якщо людина хоче донести мисль. Я на цій стороні, тому що тоже считаю, що в обществі треба взращувати нравственность. Тож дуже часто буваю в ситуаціях, коли взрослі при дітях нецензурно виражаються, упоміная предыдущі сказанні органі. І вважаю, що це неправильно. Я на тому боці не тому, що соромлюся своїх чи чимось інших статевих органів, навіть рослини їх мають, а тому, що вважаю, що необхідно регламентувати наше спілкування, в тому числі і в публічному просторі, зокрема, щоб не було таких випадків, коли вся Україна гуглить французького письменника Іва Гандона в Вікіпедії, для того, щоб зрозуміти, чи є звернення, пише як якийсь Гандон, образливим чи не образливим. Я вважаю, що наша мова, і це мова культурного народу, вона має багато цікавих особливостей, відмінних від інших мов. Вона містить, звичайно, і абстинентну лексіку, але закон – це певна спроба розмежування того, що припустимо і не припустимо в публічному просторі. Тому я на цьому боці. Я на цій стороні, на стороні противників закона, тому що я за присутствие в цьому мірі великого кількістю енергії, яке є внутрі нас, і за присутствие в цьому мірі психічного здоров'я. Я проти закону, тому що мені взагалі здається, що він створений виконав для привлечення увагу до своєї персони, і абсолютно не потрібен, так як мат – це така ж частина мова, як інші частини речі, і я не бачу великої необхідності регулювати якось його використання. Вибачте, але це все х**ня. З того часу, як ми почали вирощувати культ дітей, ми почали думати, що дитина, коли навчилася розмовляти, вона не знає слова на Б, на Х, на П, та все вони знають. Тільки вони при вас це не кажуть, бо ви з них вирощуєте, ви обмежуєте їх мову самі, своїм ментором. А закон такий прийняти неможливо, по-перше, хто буде визначати, яке слово є лайкою. Ну, ось сьогодні мій водій, він був на розвідці, виходить і каже, ну, хто там сидить? Ну, молода вафля. От ми будемо рахувати слово вафля, як? Лайкою чи не лайкою? Ну, хто це буде визначати? В нас в раді сидять філологи, які повністю вивчили всі пласти мови, які можуть визначити, а, це слово має негативне забарвлення. А якщо це емоційне слово, і воно теж має негативне забарвлення, то чим ми його будемо вважати, лайкою чи не лайкою? Тобто це неможливо, такий закон неможливо прийняти фізично. Я з вами категорически не згоден. Діти, в першу чергу, чому стремяться повторять? Вони завжди хочуть бути взрослими. Вони хочуть, а як бути взрослими? Вони починають в себе вести, як взрослі. Вони починають материтися, вони починають курити, вони починають піти, не потому, що це робить большинство. Ви колись бачили дитину, яка ще не вміє розмовляти? Відь, так. І вона така, ліпи собі пасочки. В неї пасочка не виходить. Що вона робить? Вона кричить і б'є лопаткою. Тому що вона ще не знає того слова, як виразити, як виразити свою емоцію. Як жаль, що нічого не виходить. По-моєму, отличне вираження своєю емоцію. Ви бачили ребенка на пляжу? Вон сидит такий, як жаль, що нічого не виходить. Культурних людей я видела, які кажуть, у мене нічого не виходить. Ви бачите, сударь, ви не прави, не могли б ви уйти. Или просто сказати, да пішов ти нахуй. Навіть так же проще, гаразд. Ні, але це то же саме. Проще жити в землянці, не митися, не купатися. Ви зрозумієте, мова, вона як океан. Вона жива. І вона є живою. Мати є в усіх країнах світу. Я вивчаю онтологію мату вже 15 років. Це добре. І зрозумійте. Так, ви кажете, що тільки статеві органи. Не тільки. Мат має дуже широкий пласт, в тому числі і громадянський. Справа не тільки у дітях. Коли ми розмовляли з іншими українськими філологами щодо цього критерію, що я матом, що я не матом, то швидше за все можна звернутися до української традиції поваги до дорослих. І тими словами, які є приспустимими і неприпустимими, наприклад, Ігор Лікарчук, який свого часу очолював Центр оцінювання якості освіти всеукраїнської, він казав, що те, що я не можу вжити при своїй бабусі, я вважаю неприпустимим для іншого вжитку. Сама ідея введення закону, вона має, на мою думку, глибший сенс, ніж поверхневе перелік, встановлений перелік лайок заборонених чи припустимих. А би такого переліку, такий закон не можливо прийняти? Але мені здається, що цей закон є досить позитивним в плані тої дискусії, яка точиться між нами. Тобто розуміння того, коли і для чого ми вживаємо лайки. Що є лайкою, що не є лайкою. А що оскорблення взагалі людина? Це ж теж адміністративне наказання. Правильно, чи припустимо... Тому що вафля, в вашому контексті того, що ви розповіли, він оскорбив жінку. Це оскорблення. А як ви докажете? Вафля, з точки зрення цього бюджета, це абсолютно літературне слово. А якщо вона є поруч? Так, звичайно. Мені важливо не оскорблять людину, але мати право, в тому числі публічно, висказуватися і мати право на своє личне отреагування. Але висказуватися можна ж не використовувати при цьому нецензурну брань. Можна висказувати своє мнення другим образом, не оскорбив чоловіка і... А якщо чоловік нарывається, то його треба оскорбити. Так, що ми наділили цього ваше дуже більшої, сильній енергию. Якщо ви не вмієте правильно материтися, це не означає, що мій уровень чем-то нижче. Просто я вміє материтися красиво і грамотно, а ви при себе думаєте... Оскорблення нету. Ой, я жаль. Тільки що ви сказали, що... Ви сказали только що, що якщо оскорбляє людина, якщо він проситься оскорбити, його так і треба оскорбити. Нет, це внутрінний уровень. Ми, вроде как, все приличні культурні люди, але ми друг друга перебиваємо. Це не от того, що... Це не от того, що ми там... Плохі, нехороші, плохо себе ведемо. Просто емоції зашкалюють, і ми не додержуємося, тому що нам важливо донести. Нам важливо не оскорбити чи перебити. Нам важливо донести до человека. Точно та жа ситуація с матами. Якщо нам це прямо зараз важливо і нужно, ми можемо, конечно, це в себе сдержати і показати дуже хорошу мину при дуже плохій внутренній игрі. Це енергія, яка внутри нас накапливається, вона внутри нас буде нас раз'їдати. А якщо ми її вернем вовне, вона, можливо, і визовет у когось шок чи реакцію. Можливо, на море сходиться. Я ще раз говорю, другой уровень, це буде вже мене енергетичний сильний. Я не согласен с вами, але лично я считаю, що я работаю в дуже стресоустойчивій системі, де, в частности, я вот сегодня, щоб попасть сюди, проїхав 3 тисячі кілометрів за три дня, не спавши двоє суток і работав на різних фестивалях звукорежиссером в Польщі. І, во-первых, барьер языка, во-вторых, куча сложних ситуаций, нехватка времени і так далі, і так далі. Тобто, по идеї, я должен был покрыть матом всіх, ну, іспользуя вашу, як би, теорію, що треба виплескивати мат. Але я… Не треба, важна, якщо є виплески. Важна, якщо є виплески, я согласен. Але я нашел виплеск этой важности, виплеска какой-то негативной емоції в другому. Я понимаю, що я сейчас нахожусь в определенних ситуациях, де це неприлично, це нельзя зробити. Я, після того, як я отрабатываю, я іду либо прогуляться, подышати свежим воздухом, там, восстановити свій енергетичний баланс. Я навіть представляю, як це. Ну, я не употребляю при этом ни наркотики, я не употребляю алкоголь, не курю сигареты, мне просто достаточно 20-15-минутной прогулки на свежем воздухе. Вполне возможно, у вас лично, ну, правда, как-то внутренний баланс лучше, чем у большинства людей. Ну, так, может, тогда надо работать над внутренним балансом? Безусловно. Смотрите, вот вы приезжаете в другую страну, да, в Польшу, например. Как вы можете ехать в Польшу, не изучив польский мат? Вы понимаете, что, например, даже такая тонкость в языке, когда я пердоли, это я бы вдул, я пердоли, я камыла, это комплимент. Это такие тонкости, которые надо знать в стране. Потому что вас могут трижды послать, а вы будете стоять и улыбаться. Это главное дело этого человека, это его выбор себя так вести по отношению ко мне. Я не обязан реагировать на него. Но вы просто даже не сможете понять. А зачем мне это понимать? Я не хочу понимать того человека, который просто изливает на меня свой мат. Понимаете, есть японская пословица, подарок принесен, если вы не взяли, он остается у того, кто его принес. То есть, если он вылил на меня вот это вот, извините, изрыгание брани. Вы не поймете, потому что вы не хотите это изучать. Так это мне и не надо понимать. Я не хочу этого понимать, понимаете? Но вот вы с девушкой идете, сзади чувак идет и говорит, я пердоли, я камыла. Он ей комплимент сделал. А сказал бы я пердоли, ты бы ему в морду дал. Вот и разница. Разница заключается в том только, что тот человек, который себя так ведет, у него есть внутренние комплексы, у него есть недоразвенность какого-то повреждения. Ну и девушка на вас посмотрела, такая, да, блин, конечно. Моя бы девушка так бы не посмотрела. Потому что реагировать на таких людей, это только усиливать их желание, психолог согласится. Все верно. А вы по поселку Котовского прогуляетесь? Я гуляю по поселку Котовского. Хорошо, я гуляю по привозу. Я не реагирую. Смотрите, я гуляю по привозу, я гуляю по поселку Котовского, я гуляю в разных местах. Я хожу среди этих людей, которые матерятся, которые между собой, на кого-то, через мою голову, через голову моего сына. Но это не делает меня, тут же хочет, чтобы повернуться и начать посылать их и говорить на их языке. То есть я продолжаю говорить на своем языке. Вы просто не умеете. В этом проблема, вы не чувствуете. А может, это не то, чему надо учиться? Смотрите, а что сейчас происходит, когда вы это говорите? Вы мне говорите, что я умею, а что нет. Вы язык не чувствуете, поэтому вы не можете так говорить. Подождите, вы же не знаете. Вы не знаете меня, вы не знаете, как я управляю голосом. Я вижу. Так вот, именно из-за таких предвременных каких-то выводов, которые делают люди, легче перейти на мат. Вот мне легче послать вас, чем слушать вас. Это не профессия, поэтому не надо мне сейчас втирать чушь. Изучите язык, потом будем беседовать на равных. Хорошо? Видите, да? Ну, вот, смотрите, вы переходите на личности очень быстро. В этом смысл диалога. Нет. Смысл в диалога вообще не перейти на личности, а обсудить. А обсудить – это тоже филологическое понятие. Вы не филолог, поэтому не можете рассуждать. Навіщо нам ненормативна лексика? Если мы гуляем по привозу, а там едет вот такая вот большая штуковина, которую везет большой дядя, который не смотрит, куда едет. Иногда очень два быстро сказанных слова его останавливают, потому что он привык их слышать. У него это записано уже. Он на них реагирует. Особенно если они сказаны четко, ясно, внятно, громко. Это не значит, что я должен все время разговаривать матом. Просто в определенных ситуациях, в публичном, в очень публичном пространстве, в таком, как привоз, иногда приходится разговаривать на языке привоза. Вот, об этом это получается какое-то записанное. То есть мы разговариваем друг с другом, как с роботами. То есть неосознанно мы не задумываемся, что за слова говорим. Мы не задумываемся, что эти слова значат. Мы просто их говорим и воспринимаем. Вы все верно сказали. Этот человек, везущий тачку, у него слух наточен именно на такие слова. Но в этой ситуации история про вас и про меня, а не про него. Понимаете? Правильно. Я не стану с ним разговаривать так. Я постараюсь отойти. Пока вы постараетесь отойти, вы можете не успеть. Я считаю, что всегда, при любых обстоятельствах, можно обойтись без мата. Просто мы никогда не знаем, вокруг нас находится... То есть в нашем обществе очень много детей, очень много других моментов. То есть где-то идет пожилая женщина. А я тут буду гнать трехэтажный мат вот этому человеку, я могу... То есть ей в данной ситуации будет некомфортно мои разборки. Понятно, что это мои с ним разборки, это не ее проблема. Но она волей-неволей, ей неприятно это слышать. Зачем она должна в своем возрасте вот такую брань слушать? И ей и так сердце болит и тяжело идти. Это уже просто будет безвыходная ситуация. Должен быть закон, за который я, сидя на пляже со своей девушкой, как вы говорите, не должен слушать брань каких-то там подростков и не должен подходить. Даже не подростков, даже там взрослых и зрелых людей, которые матерятся бранью. Зачем мне к ним подходить и что-то говорить? Я вызову полицию, она придет, и у них будут законные основания, чтобы эти люди понесли какое-то наказание. Зачем мне в этой ситуации прибегать к насилию? И тут появляется много вопросов. Как вы докажете, что они ругались? Элементарно засниму на телефон. Они могут закончить в этот момент, сразу увидев телефон. Ну, чудово. Если они будут материться, значит мы пришли к тому, чего хотели. Значит я добьюсь того, чего хотел. Они перестанут материться. Я вам сильно завидую, потому что у вас получается и не материться, и проехать 3000 километров. Я близко и близко это не способен. И в том числе я не способен найти очень быстро какой-то другой способ, более официально считающийся культурным, чем мат. Поэтому мне иногда это важно. Я, может быть, слабее вас. Я, может быть, не знаю, менее целостен, чем вы. Хуже вас, не знаю. Да, это много. Цінность слов, ответственность за слова, которые проголошуются в законопроекте, мне кажется, это очень интересная и важная этичная думка. Потому что следует замысливаться, принаймні, про то, что ты говоришь, кому это ты говоришь, навіщо ты это делаешь. У нас есть интересный пример того, как працуют правила щодо, так бы мовити, публичного паления, которое в Украине заборонено. Места для паления облаштованы добрые, если в аэропортах. Мне кажется, что места для лайков также могут быть облаштованы специально. Когда человек, которая не может разворачиваться другим образом, заходить специально для этого приспособлено. Потому что в Японии такое есть, да. Хочешь кого-то послать, заходишь в будку, там ходишь. Может, отримаешь палку или что-то еще. Мне кажется, что это было бы непогано. Мат-змовы мы не выкинемо никуда. Он будет существовать. А вот, чтобы выховать эстетику использования мата, как это делает, например, Андрухович, как это делает Издрик. Деревьянский. Правильно, правильно. Деревьянский шикарно. Эстетика существует. И такую эстетику нужно выховывать, чтобы не было через каждое слово это тупое бля-бля-бля-бля-бля-бля. Речь же вообще не идет о том, чтобы запретить мат. Никто не говорит, да. О том, чтобы не пользоваться им публично. О том, чтобы предупреждать, если где-то... Ну, вот вы поэты, я знаю ваши стихи, вот, и одесских других поэтов, и крутые, и очень классно использован мат. И он вовремя, он к месту, все красиво, все это есть. Но это публично. Это не публично. Как? Все могут подключить. Я пришла без сына. Можно написать, что используются маты на книге, можно написать. На самом деле это публично. И написать на книге можно. А что делать с кино, с фильмами? Писать. Писать о том, что... Кто будет принимать решение, какое слово является матерным, а какое нет? Кто этот человек, который решил, что это слово плохое? Кто так решил? А я вам скажу, сейчас вот мы с ним... Это снимается передача для телевидения. У телевидения есть цензура, проходит цензуру. То, что вы говорите, будет запикано или шипеть будет. И это уже есть. Вот это состояние, когда на телевидении этот мат запикивается, но при этом нужен еще закон, чтобы его запретить. Вот это состояние мата между можно и нельзя. Это очень важное место. Потому что, если мы его сейчас запретим, мы будем просто... Это будет большое количество сопротивлений. Дополнительное какое-то... Но, кстати, случайно... В народе очень большой поднимается агрессии дополнительной. Мы просто огоним еще одну волну. То, с чем этот закон подняли, это другой вопрос. Если мы его прямо на телевидении сильно легализуем, слова утратят силу. Возьмем ту же Сербию, например. Мы будем просто чисто для связки слов... Возьмем ту же Сербию. В Сербии разрешено материться на телевидении. Разрешено материться в газетах. Все помнят, это началось с сербской войны, когда вышла первая статья, какой в пи***у Брегович. С тех пор... И статья настолько пошла в народ, это была центральная белградская газета, что после этого на телевидении разрешили материться. И нет ничего плохого в сербском мате. Потому что народ прямым текстом понимает, что ему хотят донести. Вот и все, без всяких выбираний. Вот хорошо. И я вот со Львова в Одессу на автобусе ехал как раз таки с сербом, который всю дорогу матерился о наших дорогах. Мне было неприятно его слушать. Ну вот честно, вот мнение... Почему я? Вот я уважаю право человека выразить свою волю. Но при этом всю дорогу 13 часов слушать мат мне вообще было неприятно. Потому что вы делите слова на плохие и хорошие. Дело не в том, что плохие и хорошие. Вот выражая определенное слово, оно несет определенную энергетику. Правильно? Энергию. Но не обязательно оно несет негативную или позитивную. В частности, молитва тоже слово несет определенную энергетику. Почему он не мог бы прочитать молитву и перевести свою энергию? Потому что он с сербом молился при вас. Молитву о наших дорогах. Да, мне было бы комфортно. С серб рождается с густом мяса. Он готов к войне. У него это в менталитете заложено. А если бы он не матерился, а не употреблял бы ни цензурную лексику, но ругался всю дорогу при этом просто... Или говорил какое-нибудь одно слово. Или говорил, да, нам слово как аж. Это в том же... Это то и заключается, что это была бы брань. У меня дела не как мужской половой орган и не как женский половой орган. У меня не так дела. У меня происходит что-то. И я могу об этом рассказать. А вы думаете, кому-то интересно слушать полтора часа, как вы рассказываете, если можно сказать, то все пиздец. И всем понятно. Это иллюзия спелкувания. Это да, это тогда иллюзия действительно диалога. Тогда никто ни о чем говорить не будет. Вообще, я считаю, что задача искусства это срез какого-то реального все-таки пласта и работа с ним. А без мата он невозможен просто. Это будет... Мы имеем прекрасный пример огромного количества цензурированной советской макулатуры. Мы можем посчитать что-то или посмотреть в оригинале и понять, зачем людям... Не, ну, речь не идет о том, чтобы запретить матку. Вот. Просто для того, чтобы хотя бы появился механизм наказания тех людей, которые это неуместно делают. Людина, яка вживает лайку часто, на отмяну от майстров лайки, от тех людей, которые умеют, как вы, нею користоваться, влучно и доцельно, людина может использовать ее, потому что не знает других способов развантажения. Как то? Физическая работа, Закон предусматривает то, чтобы человек брал ответственность за то, что он говорит, когда он говорит, где он говорит. Вот и все. Хочу сказать, что задача родителей и настраивать что-то, вы можете у себя на кухне, можете договориться с своим мужем и со своим ребенком, что, ну, я не знаю, там, ах, ты же чемодан без ручки, вы будете говорить на него, да? Почему не по имени? Ну, вот. А настраивать это на уровне законодательном, я не представляю себе, как и зачем. Нет, я считаю, что должен быть механизм ответственности на каждое место. Но если я забрала у вас сук, у чужого? И все будут им пользоваться. Если вы у меня забираете сумку, я могу заявление про нападение написать. Ну, так точно так же за лайку можно написать за кухню. Я несу ответственность за то, что я беру чужие вещи. Вы же можете на меня повесить, чтобы я несла ответственность за это? Почему нельзя нести ответственность за то, что... Что мы забираем у вас, ругаясь при вас матом? Энергию. Забираем? Оскорбляете? На самом деле... Вы плескивая свое. Смотрите, вот есть замечательный анекдот, да? На поселке Котовского гопники ловят, извините, ботаника. Я знаю. Скажи матюк, скажи матюк. Лифчик. И вот он услышит слово «лифчик» где-то. Он считает это слово для себя непристойным, оскорбительным. Он что, будет вызывать полицию и требовать ему административные работы? Когда ученик, первоклашка, второклашка, на уроке, учительница, которая прошла там жизнью 25-30 лет, да, молодой преподаватель, а он ей говорит, иди нахуй, кто должен нести ответ? Кто? Как? Может быть, как-то это отрегулировать, чтобы этого не было? То есть наказывать ребенка родителям? Нет, ответственность. Смотрите, для ребенка... Родители должны... Родители должны... Совершенно не факт, что в семье. Во втором классе уже... Ну тогда родители... Нет, это все... Послушайте. За все действия своего ребенка. Значит, дети, которые воспитываются в семье, в которой не матерятся, они знают эти слова, но они их не используют. У них... Я слышала, как они это говорят. Им уж коряво вот это вот выговаривать. Эти слова какой-то... Ну вот, как вы говорите, надо уметь пользоваться. Они не умеют им пользоваться. Поймите, ну вы же... Им с... Коллега. Да, коллега. Вот мы приходим к тому, что нам надо устраивать курсы для того, чтобы вы научились. Эти слова часть нашей психики. Это все зависит от того, как вы... Не психики, о том я и говорю. Знаете, да, что доказано, что люди, которые матерятся быстро и красиво и много, у них интеллект, как правило, выше. Это американские исследования. Ну да, ради бога. Ну у них там два мата вообще. Но не при всех и не так, чтобы кого-то это бы унижало. Да, дети это растущий организм, который все абсолютно впитывает. У них должен быть выбор, какие слова использовать и идти на бокс или материться. Место бокса, да, то есть, ну там сбрасывать свое напряжение, как вы говорите. Вот эту энергию, которая как-то по одному пробежает, ну там 100 километров пробежать или какие-нибудь еще. Есть же куча нюансов. Можно покричать на море. Это очень круто стать и просто орать. Хоть матом, хоть не матом. Море принимает и... А там рядом сидит он и вызывает полицию. Нет, вот надо идти туда, где нет других людей, кому будет... В Одессе, на море, где нет других людей. Смешно. Я бы сказал, что мати, лайки или проклюни, возможно, для меня неприпустимы в тих обстоятельствах, когда мова, мовление или личность человека вважаются певным эталоном. Это не пропустимо в парламенте, в церкви, в учебных закладах. Я бы сказал, что мать не стоит там, где вы думаете, что есть Бог. Поняття поваги та відповідальностей Главный вопрос, нигде нельзя материться, а кому нельзя материться? Я бы ввела административную ответственность за неправильное, некрасивое использование мата. Как это оформить ваш вопрос? До тех пор, пока человек не научится красиво материться, ему лучше рот не открывать. Если ты умеешь красиво материться, пользуйся своим языком на здоровье. Наш язык богат и многогранен, и мат из него не выйдет никогда. Нет такого языка в мире, когда бы ругательные слова покинули язык. Нет такого прецедента, и ни один закон с языком этого не сделает. Поэтому нужно обучить людей красиво материться. Действительно, если это публичная персона, которая... Ну, педагогика, да, наверное, педагогика – это исключение. И то, смотря кто кого чему учит. Опять-таки возвращаемся, когда и как. Поэтому я считаю, что материться и разговаривать на мате – это две разные вещи. Вот в чем вопрос. И я не считаю, не вижу ничего плохого в том, что если человек выругается даже в публичном месте, я не знаю, эмоционально, коротко как-то, если он будет стоять и материться минут 5-10 подряд, конечно, рядом с таким человеком стоять не будет приятно. Некомфортно, конечно. Мне кажется, что это вопрос ситуации, а не того, где она проходит. И, извините меня, я скажу это. Я считаю, что человек не должен быть культурным. Нет у человека такого долга. Потому что если мы говорим, что каждый должен быть культурным, мы ставим ему сразу определенную планку, до которой он должен, он индивидуальный особенный человек, у которого свой отдельный путь в жизни, который он выбирает сам, как он хочет, мы ему поставили планку, до которой он должен расти. Еще и, наверное, опишем ему законодательно, как расти. Все регулируется в конкретном контакте людей, я думаю, во взаимодействии. А чи погодитесь с тем, что людина має бути счастливой? Має, так, повинна, ні. Ну, вы разумеете, культура – это один из шляхів несчастья. Это то же самое. А должен ли человек уважать окружающих? Нет. Нет, не должен. А с чего? Вдруг я должен уважать окружающих? Зачем они меня окружили? Ну, тогда, я думаю, такому человеку стоит купить где-то какой-то клочек земли в лесу. Опять стоит. Ему приходится жить в обществе. Проблема в том, что свободного человека вообще не интересует ваше мнение. Он должен не контактировать жить, но внутри себя – нет. Он никому ничего не должен. Ничего не должен. Папе ничего не должен. Мені здається, що ми з вами, перепрошую, намацали дуже важливу проблему. Чи готові ми з вами сприймати одне одного? И, начи з того, починається все інше. Чи готові ми вживати ті слова, яким надаємо сенс? Чи готові ми визнавати те, що можемо не подобатися іншим людям? Чи готові ми… И не посылати їх при этом за обрій. Не в смысле матом, а в смысле буквально жить за обрій. То есть вы фактически меня сейчас послали. Просто без мата. Проблема, что есть люди, которых волнует чужое мнение, а есть люди, которым все равно. Меня не волнует чужое мнение, я не должен его учитывать, но уважать личное пространство каждого я обязан. За що я, например, должна вас уважати? Материться с незнакомым человеком – неуважение – это глупо, мне кажется, потому что это все равно говорить на другом языке с человеком. Я пойму, на каком языке со мной разговаривает человек. Если у меня есть возможность ответить на его языки, я обязательно отвечу ему на его языки. Мы априори находимся в неоглашенных договоренностях. То есть я уважаю твое пространство, уважай, пожалуйста, мое пространство. Я уважаю, что тебе там надо было раз вылить свое негодование. Ты его вылил, но ты при этом не льешь его полчаса, час и так далее. Это вопрос индивидуального договора, вашего с кем-то. Это не вопрос социума, в котором мы живем. Почему? Это социум. Это по умолчанию договоренность, что мы себя ведем взаимоуважительно друг к другу. По умолчанию, и это умолчание для каждого по-своему, потому что нас мучают не вещи, а наши представления о них. Правильно. Правильно, поэтому закон и вводят, чтобы их сконкретизировать. Что такое проявление уважения? Нельзя конкретизировать психику каждого отдельного человека. Это не все психики речь. А идет... Но влияет это на каждого. Почему вы голый не ходите по улице? Не знаю. Ну можно же ходить? То есть вы иногда это делаете? Мне приятен ваш интерес. Я к тому, что... Смотрите. Я был бы не против видеть человека, ведущего голым. Если это красиво, так это вообще... Это выбор человека. Это естественные вещи, которые происходят, да, когда ты... Что-то случается неожиданно, ты споткнулся, тебя напугало что-то. Ты действительно можешь позволить себе материться в компании близких каких-то людей, для которых это не будет дискомфортным. И опять же, есть совершенно разные круги общения и разные люди. И есть люди, с которыми ты не материшься вообще, разговаривая. И разговоры этого не менее хорош или плох, ну, то есть безоценочно вообще. Я, например, могу там материться, когда убираю тоже одна или делаю какую-то мелкую работу. Общественная работа. Общественная работа. Хорошо. Так вот, лично для меня это сигнал про то, что, может быть, я устала действительно. А может быть, мне стоит как-то отдохнуть, не знаю, расслабиться, какой-то релакс себе придумать. То есть прислушиваться к себе. Про напряжение, конечно, да. То есть, когда мы материмся, мы чувствуем, скажем, чаще всего напряжение. То есть, если это становится дискомфортно для тебя самого, то есть, если ты чувствуешь, что уже этого много, то это точно сигнал для того, чтобы сделать какие-то изменения. У людей есть свой опыт. Спасибо тем, кто не переходит на личности. Это очень круто. И за мнение. Всегда интересно побыть в дискуссии. Всегда интересно услышать другие формы мышления на одну и ту же тему. Это расширяет. Поэтому спасибо за расширение. Я сегодня понял, что надо иметь уважение к таким людям, у которых мат – это часть души, чтобы не вырывать ее, как бы, если это будет, как бы, ну, вырвалось, ну, вырвалось, как бы, то я ни в коем случае даже плохо о человеке не подумаю. До этого мне было не так, как бы, ну, теперь я понимаю. То есть, спасибо вам за то, что вы мне донесли эту информацию, что все-таки кому-то это действительно необходимо. Дима, не все обязаны внутренним цензором себя настолько жестко контролировать в этом вопросе, как я. Спасибо вам за это. Хочу подякувати за спілкування, дійсно. Всі слабкі аспекти, що стосуються цього законопроекту та застосування деяких законів в нашому суспільстві, були чітко вказані нашими оппонентами. Хочу подякувати тим людям, які разом зі мною були на цьому боксі, намагалися знайти аргументи, які підтримували цю законодавчу иниціативу. І я дякую так само за цю спробу діалогу, в якій ми висловлювали свої думки або свої роли і спілкувалися між собою. Дякую вам. Я благодарен коллегам со своєї сторони за единство в позиції, якається, за взаємопонимання прям на лету. Це було прям хорошо. Спасибо. Я благодарен оппонентам. Правда, у мене прям глубокое уваження к вам, тому що ви отстаивали вот этот, як би получается, що отстаивали вот этот законопроект, хоча на самом деле це не так. Я благодарен всем за культурний уровень, за то, що ми не перешли і не сорвалися ні на мат, ні на оскорбленья, ні на што. Ні на гаджість. І правда, були у всіх позиції з пониманням і з'об'язненням, з іншою стороною і з'об'язненням, що в общем, сложності, своїй внутрінній какой-то сложності і неоднозначності, ні какой-то, ні плоскості. Я правда благодарен, да, за розширення осознавання. В хорошем смыслі цього слова. Да. Цей фразою. Спасибо. Я благодарна очень колегам по стороне действительно за такую солідарність і за отсутствие необхідності, ну, правда, погружаться в язык, погружаться, пытаться что-то понять, потому что мне ясны какие-то вещи, о которых говорит гештальтерапевт, потому що я сама какое-то отношення к гештальтерапії мала, і мені понятно, о чому говорит филолог, разумеється. Я очень благодарна оппонентам. Особенно інтересно мені було було узнать, як часто матеріться Немерцалов. Я дуже рада знакомству з таким супергероем. Ну, як Денис, потому что, ну, то есть вы рассказывали о каких-то качествах таких, которые, мне кажется, вообще, о которых люди, наверное, не обладають. Ну, то есть это... Ну, какие-то сверхчеловеческие качества. Мне кажется, нет. Благодарна за то, что темы обсуждаются таки. Это нужно, важно. И Вова прав, что это... Когда мы перестанем смеяться, когда мы успокоимся и перестанем ржать уже просто над этим, это правда повод поговорить о каком-то уважении взаимном, в принципе, которого очень не хватает. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»